Итак, вот этот журнальчик, он потом останется вам на память. Вы сможете повторить этот тест с вашими друзьями, знакомыми, родителями, бабушками, дедушками, кошками, мышками. Смотрите, здесь у вас есть 4 блока заданий, и для каждого из них у вас есть окошки, где вы можете вписывать свой ответ. Следовательно, есть варианты, где вы должны просто поставить галочку или крестик. Вот наверху здесь, обратите внимание, есть инструкции, как отвечать. И надо сейчас вам писать только в левый столбик, где написан мой ответ. То есть мы сейчас вам дадим время, где-то полчаса, чтобы вы смогли прочитать эти задания, поставить ответы, как вы считаете. И плюс к этому, где-то за несколько минут до конца этого времени, мы вас попросим перенести еще раз эти же ответы в дополнительные листы, которые вам тоже вложили туда бумажечки. Потому что ваши листы с ответами мы у вас заберем, а вот этот журнальчик останется у вас. И после этого мы с вами вместе разберем, какие должны были быть правильные ответы. Ну, следовательно, если у вас будет журнальчик с собой, то это будет соблазн поставить правильный ответ. Но здесь у вас есть второй столбик, где вы сможете писать правильный ответ после того, как я его озвучу. И в конце нашего с вами общения мы с вами определим самых проницательных людей, которые наберут максимальное количество баллов. Итак, вы сейчас сможете открыть ваш вопросник и потихонечку начнем разбирать, что же вы считаете корректным, что считаете не очень корректным, где вы ошиблись, а где оказались правы. Спасибо. Все? Все сдали? Итак, первая часть – это true or false, правда или ложь. Попробуем развенчать некоторые мифы. Ну, немножечко забегая вперед, скажу, что сейчас последние, наверное, 10 лет генетика развивается буквально семимильными шагами, благодаря тому, что мы получили возможность очень дешево секвенировать ДНК. Если 20 лет назад мы не могли секвенировать геном бактерий в несколько миллионов пар оснований, это было дорого, сейчас вполне реально секвенировать геном человека. И себестоимость сейчас где-то порядка тысячи долларов за то, чтобы прочитать ваш генетический паспорт. Но это только прочитать, потому что это только 1% работы, а остальное – это стоимость расшифровки, анализа и прочее. И давайте идем к нашим вопросам. Итак, первый был вопрос. Изменение одного нуклеотида в гене может полностью поменять признак или нет? Действительно, у нас генетический код триплетный. То есть каждые три нуклеотида кодируют аминокислоту. И если меняется первый или второй нуклеотид, это однозначно приводит к изменению аминокислоты на другую, и признак изменяется. Вот, например, так называемая серповидная анемия. Это когда изменяется структура белка гемоглобина в крови, и вот это нормальные эритроциты, они такие кругленькие, как бублики. А вот если происходит замена нескольких нуклеотидов, они могут приобретать вот такой вот вид. Белок становится менее чувствителен к кислороду, то есть он связывает меньшее его количество. Такие люди очень тяжело чувствуют себя на высоте, где мало кислорода. Но таких людей очень много в Африке и в Азии, которые являются больными и обладают таким фенотипом. Как вы думаете, почему? Действительно, вот как раз в этих широтах, где Африка, Азия, там малярийные комары переносят малярию, и люди, которые имеют вот такой вот вид эритроцитов, они малярией не болеют. То есть этот признак у них становится, дает им некоторый выигрыш по сравнению со своими сотоварищами. Дальше. Любой признак у ребенка всегда повторяет либо признак отца, либо признак матери. Нет. Есть очень много признаков, которые определяются либо сочетанием генов, либо, скажем так, много генов могут оказывать влияние на какой-либо фактор. То есть даже здесь приметен пример, как цвет глаз, который определяется несколькими генами. И в зависимости от того, какие были нарушения, если глаза у папы и мамы были голубыми, то ребенок может быть зеленоглазым. Другой пример – это группа крови. То есть группа крови – это А, В, 0. И определяется группа крови тем, что в крови есть либо белок группы А, либо белок группы В, либо его нет. Если нет вот этих вот эпитопов, которые определяют группу крови, это первая группа – 0, 0. Вторая группа крови – это АА или А, 0. Третья – это В, В или В, 0. А вот если у родителей вторая и третья группа, и встречается А, В, то это мы получаем с вами четвертую группу крови. Ген не может быть связан больше, чем с одним признаком. Это, наверное, тоже следствие. То есть такой же вопрос. Действительно, ген может быть связан с большим количеством признаков. Это называется плеотропное действие. Это те белки, которые участвуют во множестве различных процессов. И если нарушается его работа, конечно, будут нарушены большое количество признаков. В данном случае приводится пример на примере цыпленка. То есть признак, который приводит к образованию таких вот вьющихся перьев, такой пушистый цыпленочек получается. Он связан с тем, что нарушается ген, кодирующий альфа-кератин. Но если нарушается этот ген, кроме таких вот красивых першек, еще происходит нарушение в питании, в сердечном ритме и так далее. ДНК содержится только в ядре клетки. Нет, это не совсем правильно, если говорить об актере, о эукариотах, о нас с вами, о растениях. Потому что мы называемся эукариотами, у нас кроме ядерной ДНК еще есть митохондрии, у растений еще есть хлоропласты, и они тоже содержат свою собственную ДНК. То же самое дрожжи. О бактериях, наверное, говорить не очень корректно, потому что у них нет ядра как такового. Но у них нет и органелл, как хлоропласты и митохондрии. Любой аллель, ген является либо доминантным, либо рецессивным. Опять же, это не совсем правильно. Есть такие случаи, когда гены могут друг с другом взаимодействовать и приводить, если встречаются два разных аллеля, к совершенно другим признакам. Например, у многих цветов есть такой эффект, что так называемое неполное доминирование. Если у нас получается гетерозиготный организм, цветочек такого приятного розового цвета, если у нас комозиготный организм по доминантным аллелиям, то цветы ярко-красные. В течение жизни организма геном может меняться. Действительно, когда мы с вами заболеваем каким-нибудь вирусным заболеванием, каждый из нас болел гриппом, а это вирус, который является РНК-вирусом, с него синтезируется ДНК и внедряется в наши с вами клетки. Если эта клетка потом не умерла, если она выжила, то как раз геном этой клетки уже будет изменен под влиянием этого вируса. И здесь один из страшных примеров, когда происходит заражение ВИЧ. То есть если оно происходит, то вирус иммунодефицит, он встраивается в клетки Б-лимфоцитов. Кстати, в таком состоянии человек может жить несколько десятков лет, когда вирус просто находится в составе ДНК, он никаким образом не проявляется, человек может даже не знать, что он был инфицирован. Но потом, через какое-то время, происходит активация вируса. Как правило, это какой-нибудь стресс, который вызывает биохимические изменения. И в этом случае вирус уже начинает активироваться, и, собственно говоря, человеку остается где-то полгода в среднем. Но есть один плюс в том, что все вот эти изменения, они, конечно, затрагивают так называемые соматические клетки, не половые. То есть они дальше потомству не передаются. Кроме вирусов, очень сильное влияние оказывает радиация. Я думаю, вы слышали, что сейчас у нас есть проблема озоновых дыр, то, что уменьшается этот озоновый слой, постепенно проходит ионизирующее излучение. И вот как раз оно также вызывает достаточно большое количество мутаций. Сейчас лето, и поспешу вас расстроить. Если вы походите на солнышке, позагораете, у вас в сутки образуется на коже порядка 100 клеток, которые являются опухолевыми. В сутки. И если у вас хорошая иммунная система, то она с ними справляется, распознает, и, в принципе, вы этого ничего не чувствуете. Если вдруг человек обладает пониженным иммунным статусом, то любая из этих клеток дальше может уже перерасти в доброкачественную опухоль. Ну и следующий путь развития в злокачественном тоже никто не исключает. Следующий вопрос был, если у обоих родителей одинаковые варианты какого-либо признака, то у ребенка обязательно будет такой же вариант признака. Это классический пример того, как идет формирование групп крови, то, что я уже говорил. То есть вот если есть у одного из супругов вторая группа крови, то есть гены, кодирующие вот эти вот аллели группы А, у второго супруга группы Б, то вместе это получится четвертая группа крови. То есть гены друг другу не мешают, они друг друга не перебивают, но признак уже немножко другой. Умение сворачивать язык в трубочку. Этот признак по наследству не передается. Рыжий цвет волос. Это на самом деле не рецессивный признак, потому что цвет волос определяется достаточно большим количеством генов, которые отвечают за синтез меланина. Раз, во-вторых, его транспорт. И если у одного супруга нарушен один ген, у другого другой, то в принципе может быть восстановление совсем в другом русле. И голубоглазость. Тоже та же самая ситуация. То есть вот, например, если рассмотреть такой вариант, что у мамы нарушен первый ген, а второй ген работает, у отца наоборот, работает ген первый, отвечающий за образование, вернее, осуществляющий регуляторную функцию, а вот ОК2 отвечает именно за синтез. Соответственно, если ребенок получит вот эти полноценные гены, то он уже будет не голубоглазым, а кореглазым. Переходим к следующему блоку вопросов. Здесь вам предлагалось выбрать один вариант из четырех. И первый был вопрос касательно геноагрессивности. Были действительно такие исследования в середине прошлого века, что вроде как есть ген агрессивности, надо проводить тотальную проверку людей на его наличие, и если есть предрасположенность к агрессивному поведению, то таких людей надо воспитывать, за ними надо устраивать контроль и так далее. На самом деле это все не совсем так. На самом деле вот эта шизофрения, она определяется несколькими генами, поэтому до сих пор не получилось найти тот аллель, который якобы бы приводил к образованию очень агрессивных личностей. Второе. Клетки разных тканей человека очень разные, так как адаптированы к выполнению определенных функций. И ключевой механизм, за счет которого клетки сердца и нейроны различаются, связан с тем, что в этих клетках работают разные гены. Генетический материал каждой клетки у нас у всех аналогичен, одинаков, просто в клетках, в данном случае сердца работает одна группа генов, в клетках головного мозга работает другая группа генов. И в принципе сейчас есть технологии, что можно из любой клетки организма получить новый клон. Собственно говоря, так была получена овечка Доли, которую клонировали путем того, что взяли ядро из клетки в имени, перенесли в яйцеклетку, привили суррогатной матери, ну и, собственно говоря, появилась данная овечка. Недавно был расшифрован геном неандертальца, это вот как раз то, что я говорил, технологии стали доступны. И его сравнение с геномом современных людей дало совершенно неожиданный результат, что, к сожалению, не к сожалению, наверное, сломал тот стереотип, что неандерталец дал начало всем людям. И следы его генома находят практически у всех людей, но кроме коренных африканцев. Почему так? Так, пока, к сожалению, вопрос остается открытым. Дальше правильно идет, да? Итак, следующий – это масштаб явлений. И, собственно говоря, вопрос следующий – то, что ДНК – это самая главная молекула, и ее последовательность играет важнейшую роль при формировании организма. Итак, какой процент последовательности ДНК совпадает у двух людей, если мы возьмем случайным образом? Естественно, этот процент очень высокий, это практически 100%, разница очень маленькая. Вот если даже сравнивать ДНК человека и приматов, это будет 98-99%. В среднем какой процент изменчивой ДНК совпадает у двух родных братьев или сестер? Вот здесь очень, на мой взгляд, коварный вопрос, потому что ключевое слово – это изменчивая ДНК. Дело в том, что очень многие фрагменты ДНК консервативны, и их изменения будут приводить к гибели клетки. Следовательно, любые изменения там запрещены. А вот изменчивая ДНК может свободно меняться, поскольку ее изменения не приведет к каким-то фатальным результатам. И вот если посчитать, сколько примерно будет процент вот этой вариабельной ДНК различаться у родных братьев или родных сестер, это будет порядка 50%. Сколько генов в геноме человека? До того, как прочитали геном человека, считалось, что генов должно быть порядка 200 тысяч. Однако после того, как расшифровали геном, получилось, что порядка всего 20 тысяч. На самом деле, если быть честным, 23 тысячи. Это было очень удивительно, потому что количество белков, которые образуются, далеко не 23 тысячи, гораздо больше. Какие механизмы к этому приводят, уже сейчас понятны, потому что идет редактирование генов, вырезание интронов идет по-разному. Но что самое удивительное, вот у нас с вами, давайте примем, что это 20 тысяч, а вот если посчитать количество генов, ну, скажем так, у лягушки, как вы думаете, сколько у нее будет? Варианты? Больше, чем 20 тысяч. Еще варианты? Нет, на самом деле, конечно, не больше, потому что геном человека – это 3 миллиарда пар оснований, геном лягушки – это где-то 300-400 миллионов пар оснований, в зависимости от того, какую лягушку рассматривать. И у нее количество генов будет порядка 18 тысяч. То есть разница, она незначительна. И вот почему, где находится лягушка, где находится человек, на самом деле, вот этот вопрос пока дискутируется. Итак, в семье родилось 4 девочки подряд, они упорно хотят наследника. Какова вероятность, что в пятый раз им повезет и будет у них мальчик? Конечно, это всего лишь 50%, потому что в каждом случае яйцеклетка встретит либо сперматозоид с X-хромосомой, либо с Y-хромосомой. Их количество 50 на 50, поэтому вероятность остается 1,2. Хотя по теории вероятности, конечно, там хочется сказать, что это будет, наверное, 1,32. По крайней мере, если рассматривать генетические задачи, которые все задают, там в школе, на занятиях в университете, вот у нас, там считается, что в данном случае должно быть 1,32. Итак, у кого из перечисленных организмов самый большой размер генома? Вначале считалось, что человек венец эволюции, что у него самый большой геном должен быть. Нет. На самом деле, есть организмы с гораздо большим размером генома. А вот если даже взять саранчу, то у нее размер генома в 2 раза больше, чем у человека. А вот если взять амебу, то у нее 100 миллиардов. То есть это в 30 раз больше, чем у нас с вами. Где там амеба ползает, а где мы с вами? И вот эта теория, которая была, что размер генома отражает эволюцию, она сейчас, к сожалению, разбита в пух и прах, она не работает. А вот сколько процентов человеческого генома кодируют белки? Это был еще один удар под дых, после того, как расшифровали геном человека. Оказалось, что всего лишь только 1% ДНК кодирует структуру белков. Если говорить по-честному, если переходить на то, что сколько ДНК кодирует именно гены, потому что в генах есть некодирующие участки, то это будет порядка 7%. Но в любом случае, остальные 93% ДНК, которые ничего не кодируют, вроде как бесполезные. В этом плане было такое широкое обсуждение в науке, был такой тезис «трэш о трэшер». То есть, либо это мусор, либо это золото. Что это такое? Потому что из этих 93% половина вообще кодирует повторы, которые вроде как и не считывают. Зачем они нужны? Вопрос пока, к сожалению, без ответа. Сколько в среднем новых мутаций обнаруживается в организме ребенка, если сравнивать его геном с геномом родителей? Это порядка 100 мутаций. На самом деле это все логично, потому что частота так называемого спонтанного мутагенезма это где-то 10 в минус 8 степени. Это те мутации, те замены нуклеотидов, которые вносят полимераза, фермент при синтезе ДНК. Это те мутации, которые происходят за счет влияния различных ионизирующих излучений и так далее, и так далее. И, собственно говоря, можно посчитать, исходя из размера генома, что у нас 3 на 10 на 9, но он где-то на 2 порядка должно быть. То есть уровень мутации 2 порядка. Итак, что мы умеем, что мы не умеем. К чему мы пришли на сегодняшний день? Мы умеем определять отцовство. Это действительно так. Сейчас в судмедэкспертизе это достаточно распространенный метод. И он основан на том, что у нас с вами в геноме есть так называемые вариабельные участки. По-английски это называется ВНТР-повторы. И мы можем с помощью полимеразной цепной реакции синтезировать эти участки. А вот их размер у каждого человека разный. И вот иллюстрация, как это происходит. Вот, допустим, это была ДНК у матери. И после того, как синтезировали вот эти ВНТР-повторы, у нас получились вот эти полосочки разной величины, разной массы, которые соответствуют, как говорят, паттерну или, как по-русски даже мне сложно правильно сказать, картине. как у матери. И три потенциальных отца, которые претендуют на то, чтобы быть отцом или наоборот не быть отцом в зависимости от ситуации. И вот смотрите, вот эта вот картина, она соответствует тому, что у ребенка. И вот если сравнивать эти полоски, которые есть у ребенка с тем, что есть у матери и у отца, вот которые здесь показаны вот этим вот красненьким, смотрите, вот эта вот полоска она у матери взята, это тоже, видимо, у матери. А вот этих полосок у ребенка нет. Почему? Потому что он взял не ту хромосому, на которой находятся вот эти вот полоски, потому что при образовании гомет у нас хромосомы расходятся. Дальше. Вот эта полоска тоже соответствует матери. А вот теперь давайте попробуем посмотреть, с кем из этих трех индивидуумов больше всего сходства. Ну, я думаю, видите, что, наверное, все-таки с первым, да? То есть это как раз сейчас используют порядка 20 локусов, мест на геноме, чтобы определить, кто является отцом. Метод достаточно точный, используется повсеместно. Дальше. Мы умеем предсказать по геному ребенка IQ. Вот здесь, к сожалению, это неправда, этого мы сделать не можем. Единственное, что было доказано, что можно предсказывать предрасположенность. Но точно сказать, какой будет IQ, мы не можем, поскольку очень многое зависит от среды воспитания, от того, как обучали. Был такой замечательный пример, который, наверное, хрестоматин и в СССР собрали несколько детей, я не помню сколько, по-моему, 50 выдающихся детей, у которых были очень высокие IQ, и их, как бы, из них сформировали особый класс, где были углубленные занятия математикой, физикой, химией, чтобы из них сделать ведущих ученых. Ничего не получилось. То есть, это говорит о том, что даже вот будучи предрасположенным, но при неправильном воспитании, к сожалению, не всегда получается добиться желаемых результатов. Мы умеем редактировать ДНК в живых клетках животных и человека. Это действительно так. Пять лет, как развивается направление, когда нашли естественную систему редактирования генома, которая называется CRISPR-Cas, это естественная система клетки. Единственное, это можно делать только в культурах, то есть не на живом организме, потому что в живом организме это делать пока даже физически не получается. Вот как раз то, что я сейчас говорил, это скорее ответ даже уже на следующий вопрос. Мы не умеем редактировать ДНК взрослого человека сразу во всех клетках, но если мы возьмем клетку человека, поместим ее в питательную среду, получим ее культуру, мы можем отредактировать в нее геном. Это вот как раз и есть генная инженерия, генная терапия. И клетку с исправленным геномом мы можем дальше привить человеку. И таким образом есть несколько примеров лечения лейкемии, когда клетки красного костного мозга брали у человека, редактировали и внедряли. Единственное, сейчас пока все равно эта технология не одобрена для повсеместного использования. То есть это только как пилотные проекты, потому что существует достаточно много ограничений. Одно из них, скажем так, одно из возражений, которые везде приводят, это то, что вы когда получаете культуру клеток инвитро в пробирке, вы не можете, к сожалению, отслеживать, нет ли среди них перерожденной. То есть если это происходит в человеке, происходит образование потенциально раковой клетки, иммунная система ее быстренько уничтожит. Если вы работаете инвитро, вы из миллиона клеток одну получили, которая не перерожденная, и вот эту массу начинаете, скажем, внедрять в живого человека, а это делается всегда на фоне подавления иммунной системы, чтобы не было отторжения, и есть риск, что вы живому человеку привьете рак. Поэтому, к сожалению, вот эти все красивые надежды немножечко сейчас не так радужными кажутся. Мы умеем клонировать млекопитающих. Да, это можно. Так была получена овечка Долли. В 2008 году было получено 5 щенков питбуля клонировали на коммерческой основе. То есть собачка умирала, хозяйка заплатила 50 тысяч долларов, ей заклонировали, она получила 55 щеночков, которые были точной копией. Также есть сейчас примеры клонирования кошек. несколько экземпляров до сих пор живые собачки. Но там есть одно но. Вот если рассматривать ситуацию с овечкой Долли, и, скажем, донору, было 5 лет. И вместо того, чтобы Долли прожила бы 10 лет, как все овцы должны быть в среднем, через 5 лет она, к сожалению, заболела артритом и скончалась. То есть та ДНК, которую взяли у овцы донора, она помнила, сколько уже овечка это прожила. То есть как обмануть природу, заставить ее забыть количество прожитых лет, пока, к сожалению, невозможно. Мы умеем предсказывать вероятность развития определенных типов рака. Сейчас это да. Это так называемое ассоциативное исследование, когда можно прочитать геном человека, посмотреть конкретные локусы, и если там есть определенные мутации, можно говорить, что у человека есть предрасположенность приобрести, к сожалению, вот этот недуг. То есть всегда говорят не о том, что да, это будет обязательно случиться, с каждым может случиться, но здесь вероятность просто выше. Точно так же сейчас идут такие исследования о предрасположенности людей к различным инфекционным заболеваниям, к занятиям спортом и так далее. Единственное, пока это все на уровне пилотных проектов, и внедрять широко в медицину, пока боятся. Нет подтверждений. Клонирование вымерших животных. Вот это пока невозможно, потому что все животные, которые были клонированы, у них взяли ядро из живой клетки и поместили в яйцеклетку. То есть выращивать животное в пробирке невозможно, нужна суррогатная мать. И вот максимальная, скажем так, вероятность получить клон, это, наверное, все-таки у мамонта, потому что можно попробовать использовать слониху в качестве суррогатной матери, чтобы получить мамонта. Мы умеем определять, чем питался древний человек на основании прочтения ДНК. Да, действительно, это можно сделать. Можно взять пробу всего, что было у него в желудке, в кишечнике, прочитать ДНК. И по последовательностям тех фрагментов, которые мы получаем, мы можем понять, к каким организмам, к растениям, к животным, к бактериям это относится. Мы умеем определять цвет кожи человека на основании его ДНК. Да, это действительно так. Сейчас уже есть первая пилотная работа, что по последовательности генома мы можем реконструировать лицо человека. Однако эти исследования, они, как сейчас говорят, имеют двойное назначение, потому что это относится к защите личной информации. То есть если вдруг у кого-то прочитали геном, и по нему можно реконструировать, как человек выглядит, я не думаю, что каждый будет рад, что можно засунуть код в программу и получить фотографию свою. Но, тем не менее, уже есть один из примеров, когда два года назад на основе ДНК-генотипирования как раз построили фотокопию человека, который совершил правонарушение. Мы умеем создавать искусственные живые организмы с синтетическим геномом, то есть целиком синтезированным в лаборатории. На самом деле, эти ответы были представлены нам, собственно говоря, разработчикам этой программы, хотя я бы поспорил с этим фактом, потому что не совсем все правда, то, что можно именно синтезировать геном и оживить клетку, такое пока показано не было. То есть пока максимально то, что я встречал, это то, что взяли клетку и просто радикально уменьшили объем ее генома. То есть клетка остается живой, но просто уменьшают количество ДНК, которое она несет. Ну что, если нет вопросов, давайте попробуем подвести итоги. Попробуйте посчитать, сколько баллов вы набрали. Подсчитать количество правильных ответов. По всем четырем блокам надо посчитать и суммировать. Каждый правильный ответ один балл. И у вас на первой странице, на самой-самой первой странице, там есть, по-моему, поля, чтобы вписывать количество правильных ответов. Посчитали? Ну что, есть кто-нибудь у нас вундеркин, кто 30 баллов набрал? Начинаем спускаться. 29. Молодец. 28. 27. 26. 25. 24. Если вопросов нет, я благодарю вас за участие в данном мероприятии. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин